Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – это массивы. План темы массива, объявление массива, создание одномерного массива. Массив – это группа однотипных элементов, имеющих общее имя и расположенных в памяти рядом. Особенности – все элементы имеют один тип, весь массив имеет одно имя, все элементы расположены в памяти друг за другом. Примеры – список учеников в классе, школы в городе, данные о температуре воздуха за год. Массивы в Java – массивы представляют собой объекты, которые могут создаваться и передаваться в другие методы. Процесс создания и использования массива в Java можно условно разделить на три основных этапа. Объявление массива, выделение памяти для элементов массива, инициализация элементов массива, объявление массива, тип, квадратные скобки, затем имя массива, где тип – это тип элементов массива, а имя – уникальный идентификатор, начинающий с буквы. Таким образом можно объявить массив любого типа. Значит, целые числа, вещественные, булевые, строковые. Значит, тут мы записываем тип, затем квадратные скобки, далее пишем имя массива. Имя может быть любым. Объявление массива происходит аналогично объявлению переменной в Java. Если синтез объявлений переменной в Java выглядит, например, следующим образом – doubleMyWAR, то объявление массива осуществляется аналогичным doubleMyWAR. Выделение памяти для вновь объявленного массива также осуществляется аналогично выделению памяти для объекта с использованием оператора new doubleMyWAR, myWAR, new double, состоит из 40 элементов. Эти два оператора можно объединить в один следующий образом. Объявление массива нужно объявленного имени массива за резервированием памяти при помощи кучевого условия не имеется. Значит, тут приведены примеры. MyFirstArray, newInt 15, int равна int, n равна 5, и anAray of doubles, new double n. Можем, значит, двумя способами также их определить. Объявлять массив и резервировать для него память также можно на одной строке. Int. Квадрат скопим, myAray, newInt 10. Объявление массива также мы можем объявить, непосредственно уже подставить значение. Значит, в примере приведен. Значит, первый массив AR имеет следующие переменные. 1, 2, 3, 1, 2, 4. И AR и double имеют следующие. 3,14 и так далее. Вот еще примеры приведены для объявления массивов. Значит, можно также построчно писать и присваивать значение для массивов, для элементов массивов. Все численные типы инициализируются нулями, булен, пальцы, остальные типы нул. Используемый массив. Диалог также осуществляет поддержку многомерных массивов, в том числе и синтаксис языками. Следующий. Значит, это мы будем использовать, когда будем изучать двумерные массивы. Значит, тут объявлен двумерный массив. Обязательным требованием при работе с массивом является то, что индекс массивов должен быть целочисленного типа, то есть максимальное количество число элементов массивов может быть следующим. Однако на практике использование большого числа элементов в массиве приводит к ошибке и нехватке памяти. Другим требованием является использование в качестве начального индекса 0. Если в процессе компиляции Java программа определяется выход за пределы объявленного массива, то компилятор формирует ошибку. В данном примере у нас выводит ошибку. Инициализация массива После объявления выделения памяти для массива необходимо произвести его инициализацию, другими словами заполнить его значение. Инициализация массива является необязательным требованием, так как при выделении памяти происходит инициализация по умолчанию. Это означает, что элементам массива присваивается значение в соответствии с типом данных. Используем при объявлении массива, например, 0 для целочисленных типов. Использование массивов и инициализация элементов в синтезе Java имеет следующий вид. Значит, в первом примере мы присвоили каждому элементу значение, либо можем использовать оператор цикла параметрический for и можем записать следующим образом. Инициализировать массив можно также, используя и разделить фигурных скобок. При этом можно даже не указывать размерность массива, так как она автоматически определяется компилятором. Следует отметить также, что в Java поддерживается так называемый альтернативный синтез объявлений массивов, это касается расположения разделителя квадратной скобки, который может размещаться как после имени перемен, так и после указателя типа массива. Значит, приведенный пример, значит, можем его записать после перемены, либо перед переменой. В качестве типов данных объявляемых массивов могут выступать классы Java программы. Значит, следующим образом мы можем заполнить массив. Элементами заполнения массива числами вводим из клавиатуры. Можем использовать оператор сканер. Далее вводим значение N. Описываем массив. И в цикле мы будем вводить данные с клавиатуры. Значит, вывод имеет следующий вид. Используем оператор System of Print. Как получить длину массива в Java? Значит, его можем получить с помощью класса Lens. Как получить последний элемент массива? Можем использовать также оператор Lens. И отнимаем от длины массива единицу. Как заполнить массив случайными числами? Значит, мы будем использовать здесь оператор Randomize. Следующим образом. Спасибо за внимание. Сегодня мы рассмотрели вопросы, касающиеся массива, объявления, ввод элементов массива, вывода элементов массива. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...